Цель – снизить население до 500 миллионов, а это более чем 90% сокращение человечества. Теперь, когда мы оставили все, о чем нас учили думать до этого момента, мы можем начать смотреть на мир, какой он есть, вместо того, что другие люди говорят нам о нем. Откройте глаза и посмотрите так, будто никогда раньше не видели мира. Вы начнете замечать, что цель сокращения населения везде вокруг нас. Позвольте вас заверить, что абсолютно ничто из того, что я собираюсь вам рассказать, не преувеличено, интерполировано или является лишь предположением. Все, о чем я собираюсь сказать, задокументировано. Тот, кто контролирует еду, контролирует мир. Итак, они сказали в 1962 году, мы собираемся работать для тотального глобального осуществления Кодекса Алиментариус о пищевых добавках до 31 декабря 2009 года. Это были основные принципы. Сейчас комиссия по Кодексу Алиментариус администрируется Всемирной Организацией Здравоохранения и Пищевой и Сельскохозяйственной Организацией. Они финансируют Кодекса и не управляют им по запросам из ООН. Так что они являются папочкой и мамочкой Кодекса Алиментариуса. В 1994 году Кодекс, без какого-то внимания в США, так или иначе, объявил питательные вещества, наденьте свои интеллектуальные ремни безопасности, объявил питательные вещества токсинами. Это яд. Согласно Кодексу, каждая дойная корова на планете должна принимать рекомбинантный гормон роста крупного рогатого скота Монсенто. Более того, согласно Кодексу, каждое животное, используемое для еды на планете, должно принимать подклинические антибиотики и должно принимать гормоны роста, суматотропины. Если вы посчитаете, в проектах этих организаций, в эпидемиологических проектах, это они расценивают, не я, что даже витаминный и минеральный комплекс сам по себе, когда это начнет выполняться глобально, 31 декабря 2009 года, вызовет как минимум 3 миллиарда... Миллиарда, это не миллилитра. Три миллиарда смертей. Один миллиард только от голода. Эти умершие люди, те, кто не был особо экономически успешен с точки зрения корпораций, но другие, 2 миллиарда, умрут от предотвратимых болезней из-за недостатка питания. А кто же будет жить? Возможно, те люди, кто достаточно состоятельны и достаточно могущественны, чтобы иметь своих собственных поставщиков здоровой еды и питания. ООН изъяло десятки публичных документов, где они призывают сокращение 80% мировой популяции, фактически на Пекинской конференции женщин, в Семерной конференции в 1997 году, глава ООН по программе питания сказал, мы будем использовать еду как оружие против людей. 66% воды в США добавляется в тарит. Это вещество, известное из-за ужасающих последствий типа рака костей, проблем с суставом, тарахита, снижение уровня эстрогена и тестостерона, зубного флорозиса, когда желтеют зубы, и отложение кальция в шишковидной железе. Разве не было бы больше смысла в том, чтобы добавлять в воду витамины, которые необходимы для полноценного здоровья, вместо того, чтобы сбрасывать токсический химикат в нашу воду вместе с идиотским объяснением, что это улучшит здоровье наших зубов? Теперь мы уже знаем, что тарит вызывает больше зубных проблем, чем их решает. В этом есть что-то неправильное. Вы действительно верите, что эти компании сильно заботятся о людях, тратя громадное количество собственных денег на авторизацию воды для населения, когда люди уже и так покупают их собственную зубную пасту? Но есть разница между зубной пастой и питьевой водой. Мы не глотаем зубную пасту. Если вы сходите в хозяйственный магазин и посмотрите на упаковку крысиного яда, вы найдете только один ингредиент – фторит натрия. Это самая ядовитая ионная молекула, кроме гихромата калия. Сейчас Данон, так же как и другие компании, начал фторировать бутылированную воду. Становится все сложнее избежать этой отравы. И тот факт, что фторит также используется во многих антидепрессантах, показывает, что он убивает агрессивность и мотивацию в человеке. Фторит, насколько я знаю как врач, не имеет абсолютно никакой биологической ценности, как бы там ни было. Что является активным ингредиентом в прозаке, который так широко распространяется в Америке сегодня? Да, это соединение фторида. А теперь мы находим общедоступную воду по всей стране, наполненную мышьяком, свинцом, кадмием и тягионием, которые являются радиоактивной формой свинца. Рак? Снижение потенции, дефекты новорожденных, подавленность и умственные отклонения? Не звучит ли это как чудесное средство для каждого, кто собирается контролировать число населения? Это весьма удивительно, что специалисты по проблемам окружающей среды не изучали ничего про фторит. Вы знаете, у людей есть бессознательное доверие к доктору или донтисту. Если вы сможете убедить докторов или донтистов, что фторит безопасен и полезен, то вы сможете донести этот лозунг до большинства народа. Люди верят своим докторам и донтистам, и таким образом продвигался фторит даже для бернского соуса. Фторит убивал их скот, уничтожал их посевы. Фторит, даваемый крысам, вызывал рак костей и рак печени. И эти результаты были отмечены врачами так, чтобы выглядело, будто фторит особо и не связан с раком. Пример, который мы видим, это типичный, как и с другими нейротоксичными веществами, которые хорошо известны как вызывающие гиперактивность или проблемы с памятью и интеллектом. Когда я впервые представила результаты этих исследований одному человеку, который сидел и слушал их, он сказал, вы сами понимаете, о чем говорите? И он сказал, вы говорите, что мы снижаем интеллектуальность у детей. И я просто сказала, да. Из-за своего изучения этой темы и того, что было допущено до публикации доктор Муллиникс, была уволена из стоматологического центра Форсайта. Она не получала грантов, чтобы продолжать свое исследование. 66% водоснабжения США в настоящее время фторированы из-за промышленных отходов. 98% Западной Европы отвергло фторирование воды. Но зубы их детей такие же здоровые, как и зубы детей в США. Аспартам. Искусственный подсластитель, который можно найти во всех продуктах с пониженным содержанием сахара или без сахара на рынке. Итак, аспартам состоит из трех компонентов. Метанол, который, конечно же, вызывает слепоту. Аспарагиновая кислота. И фенилалалин. Это все яды. Аспарагиновая кислота, конечно, вызывает повреждение мозга, а это было известно еще с начала 70-х годов 20-го века. Метанол, технический перд, вызывает слепоту. Аспарагиновая кислота, это то, что вы видите, как ожидает в вашем мозге в высоких дозах, вызывает травмы. Мы все это не придумываем. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств публиковало об этом где-то в 80-х. Они публиковали 92 потенциальных побочных эффекта у спартама. И эти побочные эффекты, знаете ли, весьма крайне серьезные. Головокружение. Проблемы с фестибулярным аппаратом. Боли в животе, судороги, изменения зрительного восприятия, припадки и конвульсии. И прочее, и прочее. Так, нервная система, похоже, что одна из наиболее подверженных водейству областей, поэтому видим, как тяжело людям думать. Они чувствуют, словно бродят в каком-то облаке или тумане. Но наплевав на все пагубные эффекты, Дональд Трампсфилл протолкнулся в магазины в более 5000 наименовании продуктов, когда он был президентом Серла, компания, производящая Спартам.